Всем привет! Сегодня у нас на канале ОМЗАП автомобиль i40 2013 года выпуска с пробегом 165 тысяч и на нем стоит любимый нами мотор g4na на этой машине один владелец итак автомобиль к нам прибыл с пробегом 162 тысячи 833 километра один хозяин салон посмотрите не убитый правда тканевый бывает комплектация и с кожаным салоном но состояние всего внутреннего интерьера указывает на то что пробег скорее всего реальный потому что из таких затертостей у нас только с вами руль он привез к нам этот автомобиль из другого автосервиса с его слов со временем вопреки всех ожиданий не было ни стуков ничего начал уходить антифриз он обратился ему сняли головку блоку цилиндров опрессовали ее отшлифовали но до сборки дела не дошло так как он усомнился в правильности работаем мастеров осуществляющих ремонт поэтому наткнулся на наш канал на ютюбе позвонил нам загрузил на эвакуатор и она здесь давайте сейчас произведем внешний осмотр в каком состоянии прибыл автомобиль автомобиль как видите на зимней резине сзади у нас ничего не делалось вот эти болты однозначно придется менять когда придет время делать сход развал вместе с соленблоками так по днищу все аккуратно пыльники целы здесь на данном автомобиле катализатор стоит под днищем соответственно не несет угрозы особой мотору для сама машина гораздо легче чем любимые нами а иксы соренто и прочие кроссоверы спереди у нас менялись передние рычаги как видите видно что производилась замена наконечников хозяин ухаживал за автомобилем не дал недавно это было сделано дальше никаких подтеков или чего-то не видно но автомобиль прибыл к нам без поддона заборники чисто само масло видите не знаю сколько стоял автомобиль без так сказать картера но масло видно темное есть по цилиндрам он небольшой нагар сейчас опустим автомобили заглянем под капот и так двигатель прибыл нам в таком вот состоянии как видите гбц снята кто не знает что такое гбц это головка блока цилиндров прикручена крышка лобовая так называемая которая закрывает грм грм отсутствует для того чтобы двигатель вывесить ну подцепить к опоре и он не падал еще можно тут сказать да в принципе ничего приступим к съему двигателя единственное что пообщались с клиентом и выяснили на каком масле вам все-таки ездит это вот такое масло any 530 не знаю качество исполнения канистры вот этого всего оставляет желать лучшего как видите разлито в подольске там написано так вообще рога рим италия ну что ж клиент вот заглянем цилиндре видите цилиндры в каком плачевном состоянии он еще в том автосервисе определился что будет снимать двигатель разбирать и по возможности гильзовать все-таки 165000 это результат сейчас мы снимем мотор и от дефектуем его в багажнике как видите любезно уложены запасные части уже будем смотреть по сборке из того что можно проверить вот он генератор с обгонной муфтой муфта обгонная работает отрабатывает компрессор тоже не заклинивший хотя по хорошему нужно было бы заглушить вот дырочки трубки чтобы сюда не попала влага и грязь что мы сейчас сделаем загул заглушим привода лежат коллектор вот видите катализатор еще раз напоминаю находится под днищем выпускной коллектор разбираем мотор знакомим вас с масляным насосом напоминает g4 на масляный насос здесь стоит клубовой крышки грм открутили достаем его он по сути такой же шестеренчатый вот он на нем имеется выработка на рабочей поверхности где он непосредственно вращается вот можете посмотреть тоже есть выработка но она не критично поэтому масляный насос менять не будем он идет весь сборе с крышкой и так напоминаю клиент ездил на масле и не если верить этикетки это рим италия 5w30 синтетика достали поршня видите уже на многих появились помимо стандартной притертости уже пошли за дирчики сейчас возьмем первый поршень вот он у нас самый плохой со слов клиента он не стучал двигатель у него масло вроде как не ел но тоже видите сама даже работу масла совершенно тупо горела кольца маслосъемные все залегшие поэтому будем менять и гильзовать блок будем менять комплект поршней и менять комплект колец все цилиндры абсолютно все видите в одинаковом состоянии масло не выполняла своих функций на этом двигателе напоминаю машина тринадцатого года еще не стоят заводские масляные форсунки они не омывают поршневую соответственно имеем то что имеем по вкладышам на шатунах видите на шатун на складышах имеется выработка на всех абсолютно вкладыши будут под замену у нас имеется полукольца так называемые которые предохраняют коленвал это силовое смещение они тоже с выработкой небольшой но как правило все кто делает эти двигателя их ставит новые коленвал посмотрели вкладыши коленвала нижняя опора это как называем нижняя плита масляного поддона по-разному называют нижняя часть блока она же служит постелью для коленвала складыши как видите все хорошем состоянии по желанию клиента скорее всего будем стоять новые здесь колено промерили она без задиров без износа соответственно есть возможность поставить новые стандартные вкладыши они подбираются здесь тоже под цветовой гамме это мы выполним добрались до блока цилиндров лоб цилиндров напоминаю машина тринадцатого года вот видите есть штатные места отливы где в последующих годах уже будут стоять масляные форсунки их пока нет как видите принципе двигатель не совсем грязный может быть его спасло конечно что он долго стоял и все с него стекло но виды видели мы двигатели похуже вопрос все тот же к маслу по самим гильзам вот он первый цилиндр у нас самый самый задранный во всех есть небольшая выработка и клиент не с нашей подачи со своей подачи сказал раз пошла такая пляска значит будем гильзовать поэтому отдаем двигатель на гильзовку подбираем запчасти встречаемся когда двигатель будем собирать мы добрались до головы разобрали голову смотрите видите все клапана не вот такие рабочие но вот в нагарчике наносим меточки на каком месте какая стояла будет произведена замена маслосъемных колпачков так как голова была разобрана то уже придирать будем на новый объясню почему потому что отдали нашу голову нашему токарю фрезеровщику он посмотрел голову промерил ее и сняли как я говорил очень много сняли 7 десятых аж целых и толщина высота головы теперь находится вне без за пределами допустимые значения нету такой ремонтной прокладки чтобы компенсировать то что они сняли поэтому голова будет у нас с вами под замену так как это и на тут есть гидрокомпенсаторы зазоры не регулируется поэтому приступаем к составлению списка запчастей и согласованию работы с клиентом блок вернулся с гильзовки вот у нас еще не мыли видите поверхность от фрезеровали стоят новые гильзы все видно это все будет вымыто почищены не пугайтесь что металлическая стружка так используем оригинальный комплект прокладок для этого двигателя g4 на у нас с вами поршни новые новые кольца уже установлены новые вкладыши стоят в каждом шатуне вот они поршни тоже оригинальные коленвал отвезли на промер его промерили он в допуске все хорошо комплект вкладышей шатунные уже установлены в шатун соответственно коренные вот лежат подобрали их проверили как было на машине три зеленых два бесцветных и полукольца тоже оригинальные приступаем к сборке блока напоминаю что мы меняем голову голову нашли бы уж на ваша новая на рынке стоит безусловно много гола прессовали у нас на стенде шлифанули поверхность ее помыли отмыли вот смотрите все клапана все чистенько все их вымыли у нас будет произведена замена маслосъемных колпачков помпы термостата у нас будут использованы новые болты гбц масляный фильтр натяжитель верхней цепи клиент сами цепи менял натяжители одноразовые будем использовать новый на данном моторе нету паразитных или вспомогательных роликов просто идет ремень через навесные агрегаты будет заменен ремень поменены свечи мы проверили распредвалы проверили постель все вымыли почистили без выработки помыли с вами лобовую крышку посмотрели насос все чистенько приступаем к сборке головы собрали головку блока цилиндров напоминаю на 40 раме притерли клапана показывали уже все почистили приступаем к сбору двигателя собрали блок поршня на месте все смазано приступаем к прикручиванию головки блока цилиндров блоку собрали двигатель состыковали с коробкой при сборке обратили внимание не показывали на видео видите как замазан сальник на герметике такое ощущение как будто корпус разбит единственное что вот из нюансов конечно тяжело собирать когда кто-то другой разбирал потому что болты все находятся в одной коробке ну все решилось приступаем к установке двигателя на автомобиль установили мотор на автомобиль отключили топливные форсунки для того чтобы прокачать сразу не пускаем автомобиль не делаем несколько раз прокручиваем пока масляный насос не засосет масло и не погаснет леечка красная на приборной панель и так приступаем прокачки масляной системы об лампочка потухла все останавливаем сейчас еще разочек и будем запускать все стать полный приступаем к пуску двигателя все потухло двигателю надо чуть-чуть дать поработать и так двигатель запустили как видите работает ровно не троит небольшой звук есть это звук работающих форсунок поэтому подписывайтесь на наш канал задавайте вопросы ставьте лайки узнавайте больше ремонте корейского автопрома и так выезжаем на пробный заезд на тест-драйв на машинке машина работает ровно коробка тоже отрабатывает хотя мы с вами даже не знаем как она до этого себя вела из того что сделали мы с вами разобрали мотор поменяли головку блока цилиндров потому что голова именно родная она была слишком сильно отшлифована мы сменили натяжитель цепи поршневую группу поменяли кольца поменяли вкладыши шатунные коренные в общем все вместе человек вышло 140 тысяч сейчас вот заканчиваем пробный проезд по городу герои москва и будем звонить клиенту и отдавать машин подписывайтесь на наш канал пишите вопросы в личку кому что непонятно обязательно ответим звоните узнавайте больше ремонте корейского автопрома всем пока и